Глава округа Муром Евгений Рычков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Владимирского объединения Организации профсоюзов. Активистов профсоюзного движения поздравили губернатор региона Владимир Сипягин и председатель Законодательного собрания области Владимир Киселев. Потребности в сюжете. Владимирское объединение Организации профсоюзов, отметившее свое 70-летие, это одна из самых массовых общественных организаций региона. Она насчитывает более 100 тысяч человек. На праздничной церемонии в областной филармонии активистов профсоюзного движения поздравил губернатор региона Владимир Сипягин. Он подчеркнул, что знает, как с профсоюзами сделать жизнь рабочих лучше. На работу в этом направлении избранный глава региона будет нацеливать свою команду будущих заместителей. Люди должны получать достойное вознаграждение за свой труд. Правковые предприятия и организации исторически призваны защищать интересы людей труда. У нас в области, конечно же, есть определенные проблемы. И были такие проблемы, все мы их знаем, по ряду предприятий. Это и автоприборы, и тракторный завод. Непростая ситуация сложилась в нынешнем году на Муром тепловозе. Поэтому я предлагаю устанавливать более тесные связи как с руководством предприятия, так и давайте организуем более тесную совместную работу с параллельными департаментами администрации Владимирской области. Работа объединения высоко, отметила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Галина Келихсаева. Во Владимире очень мощные профсоюзы, потому что они сумели наладить социальный диалог с социальными партнерами, такими как администрация и работодатели. И за столом переговоров решают все проблемы, которые возникают на производствах. Сокращение, невыплата заработных плат, охрана труда, etc. Все решается исключительно за столом переговоров. Вы же не видите демонстрации, никаких шествий протестных нету. Потому что умеют договариваться. У вас прекрасный лидер, Сухарникова Надежда Александровна, это боец. И ваш регион один из правофланговых сегодня в Российской Федерации. На церемонии были награждены активисты и ветераны профсоюзного движения. Глава округа МОРом Евгений Рычков, единственный из руководителей муниципалитетов, был отмечен почетным знаком за солидарность. В своем выступлении глава округа подчеркнул особую значимость профсоюзов. Что может быть ближе и значим для человека, чем его заработная плата и условия труда? Это каждый день волнует каждого. И казалось бы, что каждый должен за это бороться, отстаивать. Но когда человек один, он или боится, или не знает, как это сделать. И в итоге, только когда он объединяется, и во главе его этого желания встают люди профессиональные, такие, как вы, вот только тогда он может чувствовать себя защищенным и бороться с этим правом. Цель профсоюзных организаций, как и 70 лет назад, остается прежней. Защищать социально-трудовые права и экономические интересы рабочих. Профсоюзные организации передают свои традиции с поколения в поколение, поэтому ежегодно в свои ряды активно привлекают молодежь, которая должна сохранить историю и приумножить достижения. Ольга Телёшина, Александр Барсуков, Новости Муру.